Аллаху ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату Слышали, наверное, много разговоров о посредничестве, что нельзя, чтобы между человеком и между Всевышним Аллахом был посредник, нужно напрямую ко Всевышним обращаться и так далее. Много таких разговоров бывает. Вплоть до того, что этот процесс посредничества Ширком начинают называть. Это же серьезный вопрос. Откуда это выходит вообще? Откуда это берется из Корана и Хадиса? Из Корана и Хадиса такого нет вообще. В Коране и в Хадисе наоборот все. Это целенаправленная работа для того, чтобы мусульман обвинить в Ширке и для того, чтобы сбить их с толку, чтобы мы к Аллаху не шли. Ибо Аллах в Коране говорит, «Бисмилляхи рахману рахим, я айюха ладина аману такуллаха вабтау илейхи лвасиллах». Аллах говорит, «О верующие, проявите богобоязненность и ищите посреднику, ищите средства приближения ко Всевышнему Аллаху». Аль-василля. Ищите, говорит, средства, чтобы вы обрели успех перед Всевышним Аллахом. Вот в другом месте Аллах в Коране говорит, «Бисмилляхи рахману рахим, Аллах рассказывает историю про пророка Иосифа, алейхи салям. Наверное, многие слышали историю, как Зулейха хотелось с ним совершить грех прелюбодьяния». Вы помните историю, даже в фильме с Юсуфом, как они закрылись в одной комнате, и она совершит грех прелюбодьяния. Аллах об этом говорит, она была нацелена на него, чтобы совершить с ним этот грех. И он, говорит, был нацелен на него. Представляете, Юсуф, алейхи салям, пророк Аллаха, тоже, оказывается, уже вознамерился с ней этот грех совершить. Они оба. Он говорит, она вознамерилась совершить с ним этот грех. И он, говорит, с ней собирался этот грех совершить. Аллах в Куране говорит, если бы, ляуля ар-ра'аху л-бурхана рабби, если бы Всевышний Аллах не показал чудо от Всевышнего Аллаха, тогда бы, говорит, он этот грех совершил. Аллах в Куране говорит. Теперь нам интересно, а что за чудо интересное Всевышний Аллах ему показал? Имам Ат-Абаре, имам Аль-Муфассирин, его называют имам всех толкователей Курана этой уммы. Тафсиру Джалалайне, в любом Тафсире, где этот аят приводится, толкуется этот аят, от Ибну Аббаса, радия Аллаху ангу, двоюродного брата пророка, салаллаху алейхи салям, что Всевышний Аллах показал Юсуфу алейхи салям перед собой Якуба алейхи салям, его отца. Где находился Якуб алейхи салям? Где находился Юсуф алейхи салям? Какое у них было большое между ними расстояние? Аллах, говорит, перед ним показал образ Якуба алейхи салям, и он ударил его по груди, и из его пальцев, говорит, вышел этот шахват, страсть к Зулейхе. У Юсуфа алейхи салям через пальцы, говорит, это вышло. Вот так, говорит, мы это чудо показали ему, Всевышний, говорит, для чего? Для того, чтобы его сохранить от зла, то есть от хьяна, это написано в Тафсире, от вероломства перед Всевышним Аллахом, вальфахша адзина, адджима адзина, чтобы его сохранить. Почему Аллах говорит? Иннаху мин аибадин аль-мухлиссин, говорит, потому что он, говорит, один из наших искренних рабов является, поклонение. Ведь Аллах в Кур'ане сказал, когда Иблис сказал ему, клянусь Твоим величием, говорит, Иблис Всевышним Аллаху, говорит, я буду, говорит, каждого сына Адама, алейхиссалям, сбивать с истинного пути, буду их в ад, говорит, забирать. Аллах говорит, ты это сделаешь, кроме, говорит, с моими искренними рабами. Иусуф, алейхиссалям, потому что по жизни был искренним человеком, когда Шайтан хотел такую работу проделать, Аллах не дал ему поддержки. Аллах ему поддержку дал, потому что он был по жизни искренним человеком. Вот из-за этого, говорит, я его сохранил. Вот смотрите, такой интересный момент. Вы слышали, что такое рабито, да? Рабито, когда человек сидит и представляет праведных людей. Сердце связывает с чем-то. Бывает рабито на смерть. Человек сидит, о смерти думает. Пророк, слава льву, кто каждый день будет 20 раз о смерти думает, он говорит, судный день станет с шахидами, то есть хисаб, с ума у него не будет. Делаете, говорит, минимум 20 раз в день рабито на смерть, говорит, Пророк, слава льву, льву, Рабито это связи сердечные. Бывает рабито на морщида, на наставника духовного. Бывает рабито на Всевышнего Аллаха, связь со Всевышним Аллахом. Трех видов рабито бывает, как это пишет Хасан Афанде в своей книге «Хуласа туль Адаб». Вот смотрите, в этом аяте Аллах что говорит? Юсуфу, алейхиссалям, Аллах связал сердце Юсуфа, алейхиссалям, с его отцом, с пророком Якубом, алейхиссалям, после чего вот этот вот шахват, говорит, из него вышел. Поняли же, да? Это разве не рабито? Конечно, это рабито. Прямо Аллах в Куране говорит. Вот смотрите, сколько работы проводится врагами Ислама для того, чтобы люди рабито, что бы они делали. Когда Аллах прямо в Куране говорит, ищите посредников, средства приближения к Аллаху, и в другом месте Аллах говорит, когда Юсуф, алейхиссалям, хотел этот грех совершить, мы же тоже хотим грех совершить. И Аллах говорит, как Аллах сохранил его от этого греха? Показал, говорит, Якуб, алейхиссалям. Поняли же, да? Поэтому вот надо, чтобы мы за Кураном и хадисом следовали. Пусть Всевышний Аллах даст нам ульму и амал, ибо джагло, незнание, является врагом человека, потому что то, что человек не знает, он это обязательно отрицает. Знаете, я не знаю, говорит, человеку хадис приводишь, такого хадиса нет, говорит. Один из них я ехал в машине, и я машину когда купил, это было лет 5, наверное, назад, у кого я машину купил, там одна деревяшка висела. Я вообще не знал, что деревяшка там висит. Столько времени, несколько месяцев я на этой машине ездил, когда ехал, на урок, когда ехал, по дороге одно село, когда проезжал, один человек этот голову рукой махал, и я остановил, чтобы его подвести. И потом, так едем мы, я по телефону разговаривал, этот парень, так, смотриц полностью, обследовал мою машину. И потом, я когда закончил разговаривать, он говорит, брат, это что такое, что за деревяшка у тебя висит? Я говорю, что за деревяшка, это же ширка, говорит он мне. Я говорю, я представь себе, говорю, если бы ты мне эту деревяшку не показал бы, я бы даже ее дальше не заметил, вы, говорю. Какой ты ловкий человек, говорит, ты шпион, что ли, говорю ему? Я тебя для того, чтобы шпион не, что ли, гормашину посадил? Я же тебя домой хотел отвезти, говорю, нормально. Это понятно, Теперь второй вопрос, говорю, почему, говорит, ты мне, что я ширка сделал? Он говорит, ты этой деревяшкой, говорит, поклоняешься. Я говорю, ты видел, что я ей поклонялся? Ты можешь обосновать сейчас то, что ты сказал? Ты сейчас мне конкретно, говорит, такфир вынес, говорю, на ровном месте живая. Так бывает, что ли, я ему говорю? Представьте, если человека на маму задевают, какого тяжело ему бывает? Тут человек такфир выносит живая на ровном месте. Кто ему такое право вообще дал? Либо он должен обосновать, либо он извиниться должен, правильно же? Я говорю, а ну обоснуй. Вот так, говорит, кто обращается за помощью помимо Аллаха к чему-то, это, говорит, чирк туда-сюда Атама. Такой разговор пошел. Хасыль, у нас долгий разговор идет, видно, такой круглый такой джахиль, такой баш, такой круглый двоечник, еще говорят, такой круглый джахиль видно. И теперь я ему такой хадис теперь привожу. Ты слышал, говорю, когда пророк саляллаху алейхи вассалям, этот хадис приводит имам Ахмад, имам Хаким и другие мухадисы этот хадис приводит, когда пророк саляллаху К нему подошел один слепой человек и говорит у посланника Аллаха, я слепой, попроси Аллаха, чтобы Аллах мне зрение вернул. Пророк говорит, тебе лучше оставаться слепым перед Всевышним Аллахом, тебе лучше будет. Тот все равно говорит, нет у посланника Аллаха, мне тяжело передвигаться и так далее. Я хочу, чтобы Аллах мне зрение вернул, попроси Аллаха, чтобы Аллах мне зрение вернул. То есть этот человек засомневался в мудрости Всевышнего Аллаха, который через Пророка передает ему, что ему лучше слепым оставаться. Он засомневался в мудрости Пророка, посчитал себя более умным, чем сам Пророк, говорит мне лучше, чтобы я был зрячим. Пророк говорит, мне лучше слепым быть, он говорит, мне лучше быть зрячим. То есть у этого человека была серьезная сердечная болезнь. Он не понимает Пророка, ассалям. Уже этот человек видно, что его дуа Аллах не принимает. Он же столько времени просил у Аллаха, Аллах ему не давал. Из-за чего? Из-за того, что он сомневался в мудрости Аллаха и в мудрости посланника Аллаха, саллиллаху алию ассаляму. И видит Пророк, саллиллаху алию ассаляму, что Аллах его дуа не принимает. Нам же сказано, чтобы мы у Аллаха просили. Однако ему Пророк, саллиллаху алию ассаляму, что говорит теперь? И видит говорит, соверши омовение. Дворака отсунут намаз, после чего обратись ко Всевышнему Аллаху с такой мольбой. О Аллах, я обращаюсь к Тебе через Пророка Мухаммада, Пророка Милости, чтобы Ты мне вернул зрение. Я прям цитирую, дословно перевожу каждое слово, которое говорил Пророк, саллиллаху алию ассаляму, этому человеку. Это первая часть дуа закончилась. Дальше Пророк, саллиллаху алию ассаляму, говорит. Дальше скажи так, о Мухаммад, теперь уже не к Аллаху обращение, уже обращение к Пророку, саллиллаху алию ассаляму. О Мухаммад, я обращаюсь через Тебя ко Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах мне зрение вернул. Хадис передает Ухтман ибн Хунаев, который был казначеем во время Умара, саллиллаху алию ассаляму, доверенным лицом с подвижником Пророка, саллиллаху алию ассаляму. Мы сидели, говорит, в кругу с посланником Аллаху алию ассаляму. Этот человек, который слепой был, пришел туда, говорит, уже зрячим. Ушла, говорит, ушла его слепота. Сразу Аллах принял, говорит, его дуа, когда он через Пророка, саллиллаху алию ассаляму обратился. Теперь умер Пророк, саллиллаху алию ассаляму. Прошло 20 лет. Халифом мусульман становится Ухтман, асхаб, и очень такой нуждающийся человек, который долго не мог попасть в Ухтман, асхаб, на прием к халифу. Один день он встречает того же самого Ухтмана ибну Хунаифа, который тот хадис передавал. Он ему, говорит, во время посланника Аллаха, саллиллаху алию ассаляму, посланник Аллаха одного слепого научил, говорит, методу, как нужно обращаться ко Всевышним Аллаху. Ты пойди, говорит, соверши амагуэнни, два рака суннат намаза, потом обратися к Аллаху с такой мольбой. О, Аллах, я прошу тебя ради Пророка милости, чтобы ты исполнил мою нужду. О, Мухаммад теперь идет, уже умер Пророк, саллиллаху алию ассаляму, он уже в могиле лежит. Исподвижник, ради Аллаху алию ассаляму, который лучше, чем мы, понимает религию. Он говорит, скажи мертвому Мухаммаду, саллиллаху алию ассаляму, который в могиле лежит. О, Мухаммад, я обращаюсь через тебя ко Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах вернул, чтобы исполнил Аллах мою нужду. И тогда, говорит, это он когда сделал, он, говорит, попал сразу же на прием к Усману ассабу, ради Аллаху алию ассаляму, после чего Усман ассаб говорит, ты, говорит, когда у тебя любая проблема будет, ко мне приходи. Конечно, так Всевышний Аллах ему внушит. Почему? Потому что он же ради пророка Аллаха, саллиллаху алию ассаляму, попросил. Там уже вообще другой подход, другой почет, другой прием дуа будет. Этот момент я рассказал тому парню, он говорит, такого нет, говорит. Я говорю, ты сколько хадисов знаешь? Десять, двадцать, сто тысяч, сколько хадисов ты знаешь? Я говорю, не ученый. Я говорю, но это же неправильно с твоей стороны. Ты же говорил. А вдруг это есть, говорю? Первый раз ты меня в шерке обвинил, не смог обосновать. Сейчас говоришь, такого хадиса нет. Ты хочешь сказать, что пророк такое не говорил. А если он говорил, теперь пророка обвиняешь в том, что он такое тоже не говорил. Ты говорил вообще, что за это человек говорил? Где твое мужество говорил? Неужели дагестанцу подобает быть человеком, который за свое слово даже не может ответить? Вот так же мы постоянно говорим, там налево, направо, что попало, рассказываем, знаем мы это или не знаем. Поэтому джахло, невежество, это самый большой враг человека. Пусть Аллах нам дарует понимание. Аль-Хамбиллях, Раду-Лау.